Всем привет, друзья и гости канала! Мы продолжаем с вами разбирать автомобили. Разбирать и иногда даже мы их с вами собираем. Вот в данном случае, вы помните, что в прошлой части у нас был заказ что-то со сцеплением, короче говоря, сказал хозяин автомобиля. Ну и мы с вами пытались добраться до сцепления и остановились вот на этой вот штуке. Это у нас коробка передач. Нужно сначала снять стартер, снять коробку передач и где-то здесь у нас сцепление должно быть. Вот, ну что же, давайте продолжим. Так, снимаем вот это. Стартер, снимаем коробку передач. Кстати, нужно будет, я так думаю, что уже, если мы заработаем с вами денег, то нужно будет купить книжицу, которая позволит нам быстрее работать. С болтами, винтами, гайками и всем прочим. Так, ну и вот оно то, что нам нужно, да, кажется. Так, если мы посмотрим, проверить состояние, то видим, что красного цвета выжимной подшипник сцепления. Красного цвета. Неудивительно. Что автомобиль с трудом катался, да? С трудом переключал передачи. Давайте мы его снимаем. Также, вот я видел, там что-то красное тоже было. Давайте мы посмотрим. Здесь, кажется, все пришло в негодность. Со сцеплением. Как там говорят? Не газосцепление сожжешь. Вот что-то типа произошло и здесь. Ну да, действительно, смотрите. Диск фрикционной муфты сцепления. 16 состояний. Так, нет, нам нужно снять. Вот. Погнали. Так, диск сцепления. Выжимной подшипник сцепления 100 баксов стоит. И диск сцепления. 500 долларов. Ого. Ну а нам, в общем-то, вы помните, дают 1000 долларов. За то, что мы поремонтируем. Я надеюсь, это все. Иначе навара не будет. Ставим на место. Свеженький. Нажимной диск сцепления 75. Я думаю, что заменять его совершенно нет никакого смысла. Вполне нормальный. Так, ставим на место. Выжимной подшипник сцепления тоже теперь вот свежий. Ну и коробку передач. Вот. Все остальное, вы видите, что оно тоже, так скажем, да, не в идеальном состоянии. Но на то, чтобы все заменить, нам никто денег не давал. Поэтому, извините. Так, есть. Теперь ставим вот эти вот. Это мы отсюда заходим. Ведущая ось левая. Она вообще в прекрасном состоянии. По-моему. Так. Ну, я думаю, что сразу же ставить колесо. Да. Колесо. Это в хорошем состоянии. И второе тоже самое. Так. И здесь продолжаем нашу эпопею. Так. Нам нужно поставить ведущую ось правую. Ну, будем надеяться, что это все. Оп. Заменить все поврежденные детали. Отлично. Ну, что же. Repair. Перейти к следующему, да? Вот. Но прежде, чем мы туда перейдем. Вернее, давайте, да, мы примем заказ. Но все-таки я хотел бы смотаться и купить. Какое-нибудь умение себе. Заменить аккумулятор. Проверить генератор. Я заменил аккумулятор 4 дня назад. И сегодня я не мог завести машину. Проверьте, что не так, пожалуйста. И тоже 1000 долларов нам дают. Слушайте. Все круче и круче заказы. Ну, и автомобильчик тоже такой. Приятного такого. Цвета коричневого. Цвета детской неожиданности, да? Да. Так, ну ладно. Не суть важна. Давайте сходим за книжицей. Учебники. У нас 2447. Я думаю, что одну мы можем с вами купить. Инструменты. Отвинчивание болтов на 10 быстрее. Прибыль на 5 больше. Я думаю, что вот это вот в первую очередь нужно взять. Так. Денежки все-таки нужно будет экономить. Что там говоришь у тебя? Аккумулятор? Сдох. Давайте смотреть. Вот он, аккумулятор. Ты говоришь, что? Заменил 4 дня назад. Где ты взял такой? Вы только посмотрите на этот аккумулятор. Ему лет 10, наверное. Если не больше. Состояние 2%. Капец. Так, ладно. А что тут мы еще можем с вами... Где тут, как говорится, вторая? Блин, ну он действительно... Как можно было за 4 дня его так ухайдокать? Так скажем, да, такое? Так, магазин автозапчастей. Аккумулятор. 350 долларов. Берем. Сразу же меняем, да, вот этот. Старый. Снимаем. Ставим новый. Вот. Ну, совсем же другое дело, согласитесь. Так. И нам нужно осмотреть... Осмотреть... Говорят, где-то тут генератор, да? Где у нас генератор? Генератор. Состояние неизвестно. Давайте проверим. Так. Ну, это мы проверили, а сам генератор как-то проверить. Натяжной ролик. Мы можем все попроверять, да? Но что-то как-то с генератором у нас не срослось. Может, нужно снять... Ремень. Таким образом, ближе быть к генератору. Странно. Это проверили, это... Ладно, давайте ее просто снимем. Режим разборки. Так, ну, я думаю, что генератор и аккумулятор. Если сел аккумулятор, это значит, что генератор не работал за 4 дня, да? То есть, он полностью вышел со строя. Так, а как-то мы можем с вами показать инвентарь и проверить, может, в инвентаре его как-то, что ли? А, ну вот оно, смотрите. Мы его сняли, и теперь видим, что это 7%. Конечно же, ему кранты полные. Кранты, что называется. Генератор. Глушитель. 500 долларов. Однако. Мы тут с вами всего 150 баксов заработаем. Какая-то неприбыльная, мне кажется, эта организация. Автомеханики, да? Прибыли, по крайней мере, я вижу, что минимум. Работы много, знаний тоже нужно много, а заработки какие-то никакие, по-моему. Так, ну вроде бы как все. Хозяин, принимай работу. Давайте проверим. Да. Замените аккумулятор, проверить генератор. Мы его с вами сняли, проверили. Окей. Перейти к следующему заказу. Да. Починить выхлопную систему. Моя машина стала значительно громче. Возможно, глушитель поврежден. Хорошо, давайте смотреть. Такой вот у нас пирожок. Пирожки развозит, скорее всего. Так, глушитель, говорите, да? Давайте осмотрим. 21. Ну, естественно. Так, ну, а кроме его, может тут еще что-то? Здесь нормально. То же самое, глушитель средний, смотрите. Кранты ему полные. Здесь нормально. И здесь тоже. Но я думаю, что всю нужно проверить. Скорее всего, нам нужно будет зайти сейчас. С другой стороны, я так подозреваю. Так, хорошо. Да нет же, я хочу заценить. 76. И вот здесь вот эту. Вот эта вот часть. Я вижу, и не подлезешь, да? Так сразу же. Состояние неизвестно. Выпускного коллектора. Так, это что, его нужно снять, что ли? Чтобы узнать его состояние. Много нужно снимать всего, чтобы до него добраться. Вот. Но это тоже у нас с вами, в общем-то, выпускная система. Ну, давайте разбирать. Погнали. Короче говоря, мы будем дольше, наверное, думать, чесать. Так, показать кузов. Нам нужно разобрать. Чесать, как говорится, репу, чем действовать. Глушитель в любом случае нужно будет покупать. Так, и добраться до второго. Глушителя. И посмотреть по ценам. Мне кажется, нужно сразу же их купить и посмотреть, сколько мы стратим с вами денег. И таким образом мы, возможно, узнаем, нужно ли нам дальше лезть. Или это все. Так. Глушитель и глушитель средний. Погнали. Блин, вы заметили, что мы без кофе, без перерывов вкалываем буквально за троих. Глушитель. Глушитель задний, V6. Глушитель, V6. Правый. Средний. Средний один. Второй. Кажется, вот такой вот. Но я не уверен. V6. V6. Задний левый. Просто. Вот такой вот глушитель обыкновенный. Так, не уверен. Проверь. Давайте мы посмотрим. У нас тут хлама, нужно будет как-то его продать, да? Задняя выхлопная труба. Глушитель простой и глушитель средний. Вот. 250. И глушитель средний. 350. Итого 600 баксов. Но походу, значит, еще где-то что-то сломано. Едва ли нам так много дали бы денег. Ну что, давайте дальше снимать тогда. Доберемся до той запчасти, которую мы... До выпускного коллектора. Возможно, он тоже там прогорел. Или еще что-нибудь. Какая-нибудь с ним проблема случилась. Каталитический конвертер. Вот. Ну, согласитесь, когда бы мы с вами узнали, как вот эти вот запчасти называются, да? И вообще, где они тут есть? Так, а как его снять-то? Тоже, наверное, нужно выйти. И осмотреть, скорее всего, вот так вот. Знаете, есть такое желание сейчас сделать тест-драйв без глушака. Вы, наверное, все слышали звук мотоцикла без глушака, потому как они чаще всего ездят. Это занятно. Может быть, нужно было вот так вот сразу же сделать, да? Вместо того, чтобы снимать все подряд. Да. Абсолютно прав я. Здесь все в порядке. Так, ну ладно, ничего страшного. Ставим назад. Что-то как-то много денег нам тогда предполагается дать. Ни за что. Ну как ни за что? Есть, конечно же, за что, но... Согласитесь... Как-то многовато за то, что мы всего-навсего разобрали тут чуток выпускную систему. Передняя выхлопная труба. Поехали. Каталитический конвертер. Вообще в прекрасном состоянии. Средняя труба. А вот интересно, вот у механиков, которые работают, не появляется желание заменить хорошую запчасть на какую-нибудь плохую. Ну, с предыдущего снятия, снятого, да, вот, с другого автомобиля. Чуток там где-то подмазанную, подваренную, вручную. И за новую загнать. Мне кажется, что халтура, она у нас в крови. Всегда хотим где-нибудь схалтурить. Меньше работать, а больше заработать. Так, ну все вроде. Да, починили выхлопную систему полностью. Окей. Пирожок снова на ходу. Вот, ну и я предлагаю, конечно же, немножко нам с вами, перед тем, как мы возьмем новый заказ, немножко продать запчастей вот этих. Смотрите, сколько у нас хлама всего. Вот, я так подозреваю, что мы ничего не сможем отремонтировать здесь самостоятельно, да. Хотя нет, смотрите, можем. Генератор можем сремонтировать за 230. Стартер за 94. А сколько там, говорите, 350, кажется, генератор, да. Ну-ка, проверим. Э-генератор. Так, е-ба. Вот он. 500? Конечно же. Конечно нужно ремонтировать. Так, и что там у нас еще было? Так, аккумулятор, генератор. Вот как раз и ответ на тот наш вопрос, да. Стартер и аккумулятор. Так, аккумулятор. 350. Запоминаем. И стартер. 200. Так, хорошо. Хорошо. 350, 170, да. И здесь 200, а мы за 94. Давайте отремонтируем, да. Все, отлично. Теперь все остальное мы можем смело продавать. То, что уже не ремонтируется. Хотите? Фрикционную муфту сцепления за 61 доллар. Ну да. За 9 баксов вперед. То же самое за 40 баксов. Нехило так мы зарабатываем. На некоторых запчастях. 10, 4, но не на всех. Но топливный фильтр вообще я не понимаю, кому он нужен. Или вот масляный, скажем. И вот только выбросите все. 3 доллара. 4. 3. 4. Все. Ну и то, что вот у нас отремонтировано в отличном состоянии. Ну что же, друзья. Давайте отчитаемся. Провести тест-драйв. Это я люблю. Починить рулевое управление. Отлично. Год выпуска 11. Такое ощущение, что рулевая система расшаталась. Можете проверить? 3 тысячи. Офигеть. Вот это у нас будет ремонтец с вами. Какая красотка. Черного цвета. Они-то все тут на одно лицо. Все одинаковые модели. Вот. Но немножко другой цвет. И у нас уже, смотрите, совершенно другой вид. Согласитесь. Черный цвет такой вот. Серьезный выглядит. Так. Ну что же. Я предлагаю заняться этой красавицей уже в следующей части. Я на этом с вами прощаюсь. Всем удачи и пока.